так раз раз проверка звука ну вот они включили заглушку свою точнее камрип заглушки так что мы посмотрим немножко на него и я думаю через 4 минуты придет как его зовут рэнди питчфорд вот из gear box и расскажет что-то про новую borderlands да они правда там без звука пока они даже музыку не вставляет не знаю почему вот да чувак объявил несколько будет парней включая питчфорда не знаю что они там будут делать сейчас подойдет макс он отошел на время вот я просто включил стрим пока там заглушка идет чтобы ну чтобы не опаздывать найти типа а вот он да он спрашивает нашелся ли нужный канал вот так что да нашелся мнение макс сейчас придет не волнуемся не переживаем сейчас все будет но расскажите вот на что потратите вот первые свои деньги на какую игру или на предзаказ или просто на покупку вот из всего того что вы видели на е3 что это будет ассасин вульфенштайн там spider-man uncharted чё там было lost legacy метро метро глеб альтшифтер гран туризма так гран туризма разве показывали визин 2 новое метро вульфик destiny мордор и визин о релиз во релиз этого да это вот по мне как раз вульф конечно же у меня только лисы потянет нежный парк либо far cry либо южный парк вот на far cry и co-op выглядит достаточно забавно только вот интересно там можно будет призывать своих товарищей только на одну миссию типа или или полностью проходить с ними всю игру просто вот в закрю в первой можно было позвать как бы команду собрать команду из четырех человек но максимум четырех почему-то и пройти весь сюжет по сути вместе то есть всю сюжетную кампанию и это было это было прикольно можно было там не знаю от миссии до миссии есть там пока болтать там так далее вот мы с другом прошли всю игру и не знаю там сколько мы ее проходили но это было прикольно вот учитывая скидки на вори и недавние скидки на вульф они оба два хочешь еще один город уничтожить а мне я если честно я даже не представляю какую игровую механику они собираются ввести ведь только у максим были возможности перематывать время там вот эти вот все такое то есть неужели типа они раньше были у хлои но она потом об этом забыла или не хотела говорить об этом макс ну то есть как-то очень странно получается а да далее другой твич презент называется и вот как раз чувак пришел на сцену ты во время так надо тебя погромче а я не могу тебя уже погромче ты на максимум стоишь я тихий что ли во сейчас получше да но это я просто приблизился интимно к микрофону так ага чувак в очках все вижу все хорошо макса громче стрим тише да я уже сделал стрим потише макса макс сделал себя погромче приблизился туда прям в душу я не знаю кто это кто это сейчас сидит на диване в очках веселый чувак и почему-то все называется е3 колизей день 1 ладно я все еще буду надеяться что-нибудь типа это это рубрика у них называется строители мира я так стримы назвал в итоге очень с рэнди пичфорд выйдет так вот это уже интересно джев кейли пичфорд я там почитал лэнс и оказывается гирбокс делала вот эти вот дополнения к первой half-life типа blue shift да 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 blue shift и opposing force они хотят там типа ко второй сделать дополнение может и хотят то вэлф не хочет что-то там кто-то ворвался к ним в динамике да и вот он они все очень рады очень рады слышать негра это певец или актер кто-нибудь знает он напишите в комментах ну он ведет себя и жестикулирует так будто он уже накатил как следует и сейчас что-нибудь хорошее нам покажет он говорит макс это легендарный негр легендарный это хорошо ангрон пишет сука я тку чё ты ткешь а где ткацкий станок взял я забыл как его зовут я забыл как его зовут легендарный он настолько легендарный что никто не может вспомнить как его зовут какой-то актер то ли физик то ли актер не непонятно вот там пишет нил де грасс тайсон да это физик астроном и популяризатор науки ну почти а сейчас узнаем мы быдло мы не знаем физиков астрономов я где-то слышал его имя ну то есть даже возможно его внешность где-то видел но вот где не помню может он на каком-то меме маты это режиссер стражей галактики это очень круто наверное сейчас будет что-то совсем классное вторых или или там и первый и второй один тот же снимал не указано что первых вторых я не знаю кто снимал я их не смотрел даже исправите туда с одной оплошность такая забавная картина параллельно с гирбоксами скворечники презентацию проводят да ладно а что они показывают там да действительно что показывают скиньте их расписание в чат или там что у них есть ну тут чувак про стражей галактики говорит и он их обе части все-таки снимал так что он же должен сейчас что-нибудь анонсировать следующий эпизод от telltale of может быть банан накрывай ссылки не идут кидай ну типа в тексте опачка я чатик читаю через специальное приложение чатти до твича и там ссылки идут круто так и анал варки хитман короче они до ворлд ёлды расс показывают и через час будет осозимо стоп что Да-да-да, что-то про ассасина будет, там выйдет. Ну нифига себе тут ивентов-то вообще, еще на много часов. Даур себе немного потише, но я буду просто потише говорить. А, вот тут можно сделать, вот так. Вот так, вот так. Сейчас должно быть нормально. Странно, что человек с ником Nintendo только сейчас узрел меня в эфире с топ-гейма, даже несмотря на то, что я аж на Нинтенди был сегодня. А человека с ником Nintendo, походу, на Нинтенди-то не было. Да, вот такие все фанаты у Nintendo, поэтому у них продажи все никак не идут. Как следует. Ну нифига себе, 66 миллионов не идут продажи. А, да-да, 3DS, да. Что еще мы можем узнать про нового ассасина? Что теперь невозможно убить врагов с одного удара, надо гриндить и качаться, чтобы попасть в определенные зоны с врагами, RPG же и так напихали полно и полосочек. И, в общем, иногда сказатели будут рассказывать историю по поводу интернета. И, в общем, у меня есть подозрение, что ничего интересного здесь не будет, потому что если взглянуть на счетчик зрителей, то он печалит. Совсем-совсем? Можно переключить на Square Enix, если они там что-то интересное показывают. Как вариант, да. Ну-ка, отдайте ссылочку, собственно, где Square Enix в данный момент что-то показывают. Друзья и джентльмены, твоя новая мема! Ну, слушай, я имею в виду... У них, кстати, количество зрителей убывает даже тоже. У них 4200 человек сейчас смотрят все это. Но, короче, они сидят, говорят, говорят, но лучше показывали, что история может им тупо нечего показать. Ну, они даже подключили этого Тайсона на экран, но показывали все равно себе. А вот просто к Твич ТВ припиши Square Enix. Ага, да, вижу. Уже вообще. Ну, у Скверов там тоже два китайца-японца. Базарят, глядя в монитор, но не показывают, что у них там происходит. Но у них зрителей в два раза больше, надо сказать. Что, перескочим туда? Или подождем, пока этому дают слова? Хотя, пусть, да, действительно, может они что-нибудь покажут. Может, Питчфорд... Да, Питчфорд, да. Ну, вообще, есть подозрение такое, что мы сейчас довольно быстро свернемся, потому что и то, и то это, похоже, просто уже такие ток-шоу непредметные. Они просто будут муссолить, переться от собственной офигенности. Обсуждать, какие они молодцы, хвалить друг друга. Ага, зрителей они, кстати, не показывают. Возможно, их там вообще нет в этой студии. Просто закадровый смех включают иногда и все. Скверы обсуждают финалку. Ты играл, Макс, в Borderlands или там во что-то? Ну, пробовал, да, но это не моя любимая тема. Я их, конечно, безумно уважаю все такое, но я не подписчик, скажем так. На шоу геймспота Фил Спенсер сидит. Ну, короче, все разошлись. Они, многие, кстати, даже вот японцы на сквере, хотя по японцам трудно определять, но они все уже практически выглядят так, будто накатили, и это уже автор-пати такая. Так, а зачем Twitch PlayStation присылают нам в чат? Со-виниш. Не знаю, а что там есть? Там что-то показывают? Там показывают God of War. Сейчас я просто обмажусь твичами, у меня во всех вкладках будут разные конференции, и мой мозг взорвется. Там, если есть у твича, ой, у Square Enix на твиче какое-то расписание на сегодня, зашлите, пожалуйста, в чат. Может, они после рыбалки, да, действительно, что-то покажут толковое. Ну, кстати, надо сказать, на канале PlayStation действительно есть геймплей. То есть там не ток-шоу, там что-то происходит. Ну-ка, ну-ка. Может, туда перепрыгнуть? Да, можно. Может, переназвать трансляцию как-нибудь типа E3 After Party и прыгать туда-сюда? Да. В зависимости от того, где что-нибудь интересное произойдет. Мы же и сравнение Бандикута с оригиналом показали. Ну, я его вам тоже покажу в конце месяца. А тут старый геймплей. Я просто это не видел еще. Ну, народ смотрит, у них тут 8 тысяч зрителей, однако. Нинтендо геймплей... Ну, Нинтендо это понятно. Нинтендо мы сегодня посмотрели. Это было чрезвычайно увлекательно. Так. Плейстейшн. Ой, неправильно написал. Тут какая-то смея зубастая. Ой, и кажется, ты сейчас опоздаешь просто. Гадфорд закончился. Ну вот, вы увидели на экране Early 2018. Но это все, что нужно о нем узнать. И Санта-Моника студия. Что-то еще, наверное, будет. О, осень 17-го. Что-то я услышал звук движка. Кто-то завел машину. Ну, здесь хотя бы игрульки показывают. О, полифоне Digital. Это Porsche какой-то едет. Оперативность уровень СГ. Нормальная оперативность. Мы тут сразу же детской конференции смотрим одновременно. Да, но мы могли еще назвать этот стрим там, не знаю, God of War. Так что все еще не так плохо. А ты, кстати, браузер захватываешь OBS. Окно. Но я его на весь экран сделал. И сделал захват окна. А потом Alt и вкус. Ты можешь сделать такую классную штуку в OBS. Добавить, типа, CLR плагин. Да, 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 да. Я так и дружил. Но там, я не знаю, как громкость регулировать. Нажимаешь правой кнопкой мыши на этом источнике в OBS. И там есть Interact. И у тебя откроется дополнительное окно. Где ты будешь как в браузере прямо. Можешь хоть вводить логин и пароль. А, я сегодня открыл это для себя. Вот вставил так ссылочку на них. Просто прикол в том, что ты сейчас можешь туда добавить все три конфы. Которые вот мы смотрим. И переключаться, да? И переключаться, да, в случае чего. Это очень удобно будет. Хм. Можно попробовать. В принципе. Главное в опциях там сделай галку типа Shoot Down. Да, да, да. Чтобы выключался источник. Чтобы звука не было. Чтобы обновлялась каждый раз. И в том числе, чтобы звук не перекликивался. И чтобы обновлялась, когда переключаешь. Потому что иначе стримы отставать будут те, которые не смотришь. Сложные гайды по OBS в прямом эфире. Е3. Стопгейм.ру Только на стопгейм.ру Икс ram.ru Гоночки красивые! так интеракт не вижу интеракт простите правой кнопкой мыши на источнике а вот взаимодействовать точно у тебя русский obs тут и патриот он гран туризма спорт а не а не будет сейчас говорить про вампир боже что у меня двои садов а потому что у тебя в браузере еще Точно, в розове нужно закрыть. И просто интересный факт для вас. Девелоперы Life is Strange и The New Life is Strange before the storm. Простите, простите, ребята. Они знают, что они делают. Но в Vampire или Vampire, это очень разный тип истории. Да, субтитры выключены. Ты доктор Джонатан Рид. Субтитры там, по-моему, лоузовые. Доктор, тоже Vampire. Это плохая баланс. Потому что, на одной стороне, он сказал, чтобы спасать жизни. А на другой стороне, он должен питаться, чтобы survive. И это, на самом деле, одна из крюксов игры. А, нет, нормальная субтитра. Прямо как-то сидит и пилит. Всё чётко. И все равно, история изменилась. И, знаешь, все движутся в Лондоне. Вот они туда наняли это. Которые на судах сидят и записывают. Протокольного дроида поставить. Отключители оставить? Ораторов потише говорят. Ну, потише там можно сделать. А насчёт субтитров? Ну, пусть будут, чё бы и нет. Они же не бредовые, действительно. Если есть люди, которые хотят знать, о чём там они на самом деле говорят. У тебя есть у литча в госпитале. Да, моё госпитале. Моя миссия — это защитить, когда ты идёшь на войну. Ты расположил табло для льда. Я думаю, почему у меня есть феномы в феном. У меня не понятно, но ладно. И причём их кто-то явно на слух тоже набирает в этот же момент. Я не знаю, что я не знаю, что у меня есть феномы в мастер. Я не знаю, что у меня есть феномы в мастер. Устарело. Ну да, как по-моему они немного рискуют. В этом плане. Что с гирбоксом? В гирбоксе всё по-прежнему. Там они общаются с негром на большом экране, который рассказывает им про большой взрыв. Наверное, или они знают. Сейчас я везде субтитры включу. А-а-а, у гирбокса нет субтитров. И ускверов, кстати, сложно. Только сони наняли себе протокольного дроида. Этот геймплей в группе есть. Эх. Ну что ж, если здесь уже всё-таки всё по повторам идёт, то я не знаю. Можем, наверное, закруглять. Сейчас, походу, ну действительно сплошные ток-шоу. У гирбоксов ток-шоу. У скверов ток-шоу. И, собственно, всё, что у нас есть в нашем распоряжении. Это сейчас PlayStation с геймплеем, но с геймплеем не новым. Можем поглядеть, если ты не видел, если тебе интересно вообще. Я не видел. Не то, что мне прям сильно интересно. Что-то они бормочут, бормочут. А что они что-то интересное покажут сейчас? Я просто не особо свежу за вампирами. Я уверен, что я буду защитить тебя. И твоего сотрудника. Маккаллэм – фанатик. Город не остановит ничего. Ты не знаешь, чего они способны, Джонатан. На канале Твича второй сезон Minecraft Stories. Но это до этого восхититель. Мне кажется, они хотят сделать такую тему, что ты будешь привязываться к персонажам, как-то проникаться, а потом бахать, и тебе нужно кого-то из них убить, чтобы не сдохнуть самого. Они сказали, что будет сложный выбор, и по кого убить, кого нет. У кого выпить кровянушки. А превращаться-то будут вампиров люди, выпитые? Вот это я не знаю. БФГ Джонас, мы стримим гиарбокс. Вернее, стримили уже. Там ничего не происходит на данный момент. Я все равно Том Уоттс. Добро пожаловать, доктор. Том, я хочу найти Шоан Хамптона как быстро, как возможно. Я сказал, что ты можешь помочь мне. Я могу, если что, в любой момент переключиться на Square Enix. Да, там сейчас показывают геймплей финалки, я так понимаю, или что это такое? Там от первого лица? Там менюшка. Батлсет А, Батлсет Б, и чувак с громадной победилдой стоит. Может быть. И вот, кстати, что на меня там гнали, что нельзя уже в 2к17 стримить в 720p. Вот скверы стримят в 720p. Да, Nintendo тоже, кстати, 720p стримили. Ну, хотя у них футажи, наверное, не. Для этих игр не тянут 1080p. Switch. Ох, телепортировался, чувак, как Dishonored. Ну, графпони такой ништячненький. Он в какое-то тёмное измерение перешёл. Кровь может видеть. И, может быть, от Тома, для большого испытания, вернувшись сильнее, но с Лондоном в номерах. Вампирис комбат-системе использует микс мелеи и рейндж-вэпин, поддерживающие вампири, которые позволяют вам быть вампир, который вы хотите быть. Чувак с огнемётом. Чего-то затупил. Да, они где-то не очень хотят жить, по-моему, эти ребята. Ни чёмные измерения, а взгляд вампира. Его мировоззрение. Типа, как в ночном дозоре было, то, что он видел сквозь тело там эти вены. Ну да, да, да. Сумрак и всё такое. Пальтошки. Пальтошки, блин, мне нравятся пальтошки. Мне очень нравятся эффекты ткани в играх. Это так круто. Просто, в моём понимании, не лук какой-нибудь делает игру на 30% круче, а классные эффекты тканей. И, наверное, именно поэтому я всем ассасинам даю плюс 30% всегда сверху. Пальтошки и скалы имеют свою собственную борьбу. Если мы не близимся, мы можем просто идти. А, кстати, меня немного смутило вот в геймплейном ролике то, что он из лука выстрелил в голову и такая вот шкала здоровья у врага появилась и там ну процентов 10 только ушло. Ну типа, или так всегда там было, что не ваншотит лук. Или его не было вообще раньше. Не-не-не, это, конечно, все какие-то странные нововведения. В первой части практически любого врага даже кинжалы с стороны ваншотили. Возможно, это из-за того, что он не по стелсу проходил. Наверное. Ну фиг его знает. Вообще, да, скорее всего, неожиданность влияет на как умирают чуваки. Ой, я че-то за чатиком совсем не слежу. Простите. там меня спрашивают присоединюсь ли я к Глебу и Андрею в стриме пятницы 13 на этой неделе. Ну нет. У них там свой устоявшийся дуэт. Этот, как бы, хоррор уикенд я рушить не буду. Вот. Так что я думаю, что какой-нибудь более массовый замес в пятницу 13 мы сделаем отдельно. он же на пк, да? ну конечно еще б я про геймпады что-нибудь говорил еще лук в метро появился но в метро по-моему арбалет был нет? арбалет, да спасибо, господин. я ваша мягкая служба. так верно твоему ты ждал мою вершину как я сказал, доктор Рида я был человек для того, чтобы вернулся. у тебя были слова с плохим Хариотом? Эта здравия университет 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 я тебе это зона жена макия девушка наша макия стоиля при они специально такой ракурс камеры сделать чтобы поэкономить на лицевой анимации главного героя вообще лицевая анимация беда полная если честно ну прям вообще беда ну там и и персонажи выглядели ну так как-то мультяшно более свет недавно квейк 4 перепроходил вот там вот такая анимация была в 2005 году хотя в глаза двигается уже не плохо какая музыка ты слышишь какому-то умственно отсталом и дали контрабас и он не понимает что с ним делать очень пытается такое ощущение что сейчас персонаж так развернется готов стороны перестали как в какой-нибудь комедии на англии vampire читается vampire а вот вам прочитается просто как на нашем языке вампир вот и так не интересно scyrim вот в ведьмач к бы я бы в VR играл особенно если б там порно сцены были тоже с возможностью поглазеть во все стороны в Assassin's Creed синдикат такая музыка часто используется у меня в синдикате музыка один из аспектов который не понравился, новый композитор как-то ни о чём музыка в синдикате а в новом как тебе? в новом пока не понятно ну какой-то эмбиент шёл и он тематический был ну да, он атмосферный они с Лондоном тоже пытались угадать в атмосферу но как по мне получилось так себе ой, я в подобную штуку играл на Е3 ой, тьфу, на Е3 говорю ну короче, на нашем Е3, который да, на Игромире да, на Игромире без ЕС Пиракиды уже не то ну не согласен, Лорн Белл роскошный саундтрек описал для Ассасина вот Assassin's Creed Revelations изумительный совершенно саундтрек восхитительный просто во все поля и этот трек совместно с по-моему с Гансом Симмером написанный сейл по Константинополю который вообще огонь просто ну который еще в трейлере был а еще мне очень понравилось несколько треков из Assassin's Creed Rock где композитором была вообще женщина я забыл сейчас как резал смотрю у меня добавлен в ВКонтакте трек вот Аэм Шей Патрик Кормак он называется прекрасный трек женщина показала себя как настоящий композитор да кунгурич сказал в этом обзоре что женщина была режиссером да 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 элица Александрова а вот даже как в этом обзоре в этом обзоре в Е3 хабе уже лежит можете зайти на главную стоп гейма нажать там на кнопочку все самое важное про Е3 и чуть мотану вниз вы обнаружите раздел видео и сейчас он уже улетел если все видео с Е3 нажмете там будет вот ссылочку я кинул в чат вот трейлер мультиплеера называется Call of Duty World War 2 да но это всего лишь трейлер ну как ну там там геймплейные кусочки как ни крути что думаю об Ассасине на Нинтендо ну я видел называется Марио и как там это Одиссея да неплохой некоторые трюки вообще уделывают любого Альтаира особенно вот это да когда он накидывает шапку на какой-нибудь столб селяется в нее и отпружинивает сам себя как не знаю как блин что-то подобное удавалось только Человеку-пауку в фильме самой первой экранизации с Тоби Магуайром когда он там в конце чтобы попасть к Зеленому Гоблину на башню на мосту на мосту груздинском по-моему там сделал из самого себя рогатку такую А, да-да-да, помню давно я их не смотрел по-моему самые классные Человеки-пауки по-моему по-моему там то же самое что и нет? трон 0.15 напишешь это нет возможно там там был приквел какой-то я вот не помню он был на нинтендах или на мобилках каких-то кстати он Альтаирс там что-то да? Крониклс да, Альтаир Крониклс может это про него речь Появилась инфа от разрабов как они подвязали создание ассасинов с учетом того что присутствует первая часть нет, не появилось но я думаю что они там уже совсем окончательно отойдут от концепции все-таки историчности в плане ассасинов но меня это мало волнует потому что антураж гораздо важнее гораздо важнее и в любом случае Assassin's Creed антураж древнего Египта меня лично да я думаю большинство адекватных игроков устраивает гораздо больше чем какой-нибудь Assassin's Creed реально в антураже там я не знаю первый мировой да, подтверждаю а то что там как бы еще речи не могло быть про слово ассасины и то что до того момента как Кассат собак там послом в Персию приедет еще остается по 3000 лет это ладно это уже в условности мне вот интересно будет ли там там плейеры там долбаные гигантские вражеские змеи это товарищи это апоп это короче змей который боюет с богом солнца каждое утро так что ну возможно это будет не настоящий змея может это типа ему может это кусок его сна вообще там тамплиеры построили тамплиеры тамполь по-французски храм пирамиды это явно что-то такое храмообразное может быть тамплиеры средневековые они присягали храму Соломона а тамплиеры древнеегипетские присягали пирамидам пирамид 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 леры не получается не работает пирамид леры пирамид леры ну в египте ну в египте все-таки было еще полно всяких других храмов помимо имени герои да мастапы там эти бесконечные я только не понял зачем он поднялся на вышку чтобы синхронизироваться что это дает кроме как открывать какую-то площадь что-то что это же самое простое очевидно это дает прекрасный обзор для презентации на е3 вот и все что это дает игрозор как всегда как только так сразу у него друг другого срока выхода быть не может и кстати не будет скорее всего будет как только так сразу пирамиды не храмы это усыпание но типа да но блин посмотрите мультик типа принц египта а храмы это кстати не люди тамплиеры называются тамплиерами потому что они присягнули храму а храму присягать был нельзя приспичило захотелось присягнуть зданию это я сейчас серьезно кстати говорят не с не сарказм тамплиеры рыцари орден бедных рыцарей христа которые присягнули храму королю иерусалимскому после захвата святой земли в результате первого креста походу не собирались они не хотели присягать и не присягают так это все еще destiny идет что ли это одиночная компания что-то похожие да повторюсь макс даур как думаете на александрийский маяк дадут залезть или может там будут какие-то события внутри игры я видел александрея есть на карте точно и я прям вообще офигел с этого это очень круто ну да я согласен а насчет залезть они же сказали вчера вот когда презентовали геймплей они сказали что залезть можно будет на на все абсолютно то есть вот все вот эти скалы и деревья вся вот эта механика паркура они и прокачали таким образом что вообще на все можно будет дали вроде как они про несколько раз уже такое говорили но все равно были какие-то объекты ответственные стены там где негде не за что зацепиться но тем не менее они лишний раз подчеркнули что постарались сделать так чтобы забраться можно было на все абсолютно там в александрея кстати еще катакомбы есть большая сеть катакомб под землей ну вряд ли они упустят шанс воспользоваться всем этим по назначению макс как ты думаешь насколько банжо будет насрать на пика гейминг и насколько плохо будет пика порт но банжо по-моему насрать на пика гейминг уже давным-давно я до сих пор жду порт особо губу бы не раскатывал что вам ближе антем или destiny 2 антема но там пока не непонятно что вообще наверно что ближе к релизу до стены 2 да будет на пика история серии хитмон закончилась уже какая еще история серия каждого раза ее делал одну полновесную и одну краткую макс мне до сих пор пишет когда история древнем египте всех смущает а про волшебную стрелу енду ставил забыли что ли но условности геймплея это не предмет обсуждения лично для меня вот в таком вот масштабном плане потому что давайте каждый раз пинать да за то что из тоги сена там кто-то подложил до насыпал кучи пальмовых веток короче условности геймплея я всегда готов простить если сама игра хорошая вон этот самый крюк который был в последнем сейсинскризе он ничем не уступает этой стрелеп потому что он просто на честном слове и в святом духе там летает а ну да пороховых паровых двигателей бэтменский вот этот на на крюк который можете на любую высотку поднять просто с места это а там же еще сестра его могла невидимой становиться вроде да ну да 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 она могла вообще тупо невидимой становиться макс когда бы был стрим и следующий комментарий слоевым внезапно почему причем тут но не знает это все будет много будет стримов в ближайшее время с е3 разгребемся и лично у меня на стримы хватает интересных планов я них вам но говорить о них я конечно не стану у тебя когда-нибудь было такое ощущение макс вот когда ты смотришь какую-нибудь например вот то же самое сейчас destiny 2 и вот показывают какие-то события какие-то сюжеты какую-то вселенную и ты такой думаешь блин вот хочется поиграть но из-за того что я не играл в первую часть я же вообще буду не в курсе и поэтому как-то ну конечно у меня такое ощущение почти со всеми играми значит я не один такой соберу все вопросы в одном макс когда была стрим когда массовая заруба когда пятничный стрим когда игрозор когда обзор не скоро все скоро вернее нет как только так сразу правильный ответ на все вопросы это самый правильно все вопросы которые начинаются со слову когда правильный ответ как только так сразу да знаем про нее когда горит обязательно посмотрим посмотрим ну точно не сегодня сейчас опять же надо с е3 разбираться зацепился за комментарий что следующая часть ассасина будет как раз про обслуживающий персонал ассасинов надо будет подкладывать сено объединять анекдотами людей в толпы чтобы другим прятаться проще было кстати неплохая идея до инди проекта потому что я помню выходил на движке source от первого лица вроде шутер но на самом деле не шутер про уборщика игра не помнишь такой прикол а где типа останки людей там вот эти вот всякие крокс после сцены с портала да из half-life 2 из counter-strike из прочих игр нужно было тупо убираться убирать трубы мыть пол оттирать стены и больше в игре сделать ничего нельзя да да помню это было реально прикольно нелепо но прикольно играть я в это конечно же не буду и не стал я недавно узнал что во всяких ммохах есть такой класс персонажей типа собиратели или там садовники то есть которые вот заходят в ммо и занимаются тем что там сажают растения продают их там собирают бабло и то есть вот этим и занимаются они не идут там в бой не идут там как правило это вторые персонажи у людей твинки обычно да то есть у людей есть несколько персонажей одних они используют для боя для прокачки других там для того чтобы заниматься всякой хренью я помню были времена больше десяти лет назад я залип капитально в браузер time zero и об этом как-то раз уже или два в стримах упоминал но суть не ведра сейчас просто вспомнилось там если не донатить то довольно тяжело вообще жить и смысл в том что ресурсы там добываются в шахтах там нужно убивать крыс крыс мутантов там и так далее ночью на фоллаут похоже похоже игра практически один в один фоллаут вот и там вот был такой класс персонаж не класс персонажей там класса выделения не было при создании но тем не менее люди создавали себе персонажа который назывался грузовик у него просто тупо в тупую прокачивалась сила и выносливость и люди в вкладке браукера открывали один нормальным персонажем играешь а второй вкладке вот этим за собой хвостом ходишь и просто ему в инвентаре сгружаешь ресурсы потому что нет не можешь сам утащить их все и это на самом деле как ни странно это не каралось никакими правилами наоборот было забавно потому что была специальная охота за такими вот персонажами то есть там всякие гопчики бродили специально пытались выловить именно таких один там где-нибудь в данже с монстрами бьется в этот момент берешь его грузовика убиваешь просто без боя да эти грузовики они абсолютно беспомощные бою и как правило вообще голые стоят чтобы вес вообще не занимать в инвентаре бьется в патронах с собой ничего не патронов с собой ничего не хрена кто знает сколько еще будет идти е3 автор партии ну не знаю это на самом деле уже здесь так на автопилоте практически мы базарим не про то что идет на экране кстати что это были на 5 что-то вам это похоже на финалку что ли какую-то а пишут что диссидия надо наверное так у скверов кстати абсолютно то же самое происходит можно на них переключиться абсолютно кстати то же самое ну вернее бой другой игра тоже самое у этих самых у колизея до сих пор диггер до большого края там что-то жестикулирует блин у меня реклама началась больше упаковка больше друзей а да та же самая игра кстати забавно там хотя бы музыка была ладно идем обратно на playstation тут хотя бы девушка показывает и сидя нт ясно рейт нас кричан роналдо так забавно он выглядит в этом костюме когда бегает с мячиком на самом деле спорт это уже совсем не интересно давай наверно дропать действительно все это дело потому что мы так можем просидеть еще несколько часов здесь уже ничего происходить не будет так что мы на этом пожалуй закруглимся автор пассе было недолгой может быть кому-нибудь было интересно слушать наше брюшане да но спасибо всем кто пришел в любом случае так что да большое вам спасибо за внимание за комментарии за вопросы даже за вопросы когда история серии ассасинов все равно спасибо да хоть ответов вы не получаете на берегите надежду друзья берегите нее и и всем счастливо с вами были максим кулаков да уравец вас topgame.ru и до встречи на страницах topgame.ru да слэш е3 там в конце